Всех приветствую на своем канале. Вчера у меня не получилось делать обзор этой маленькой фигнюшки, хоть я вам и обещала. Меня постоянно кто-то отвлекал, я думала сделать полностью перевод, но в результате и ни видео не записала, и перевод не сделала. Зато кучу раз не отвлекалась. В общем, раньше в аптеке продавался такого типа бальзам, назывался Ким, тоже зелененький такой, возможно, чуть-чуть другой плакончик, пах, более такой, может, ближе к мяте. И у меня где-то, ну, когда я стала ходить в художку лет в 16, у меня начинало болеть периодически от долгого сидения. Вот в этом месте, не знаю видно или нет, в общем, дешевле перерастает к спине. И ощущение было, будто, когда им мажешь, ощущение было, будто что-то растекается вот такое, щиплет, освежает как-то, и все проходило. Потом Ким, ну, им же я лечила мигреницию. Ким куда-то пропал из аптеки, не знаю, возможно, сейчас он продается, но я не видела. Стоил он не очень дорого, был малюсенький, но его хватало надолго. Где-то, может, год или два назад я случайно, может быть, все-таки год назад на сайтах обнаружила вот такое чудо. Стоил он буквально копейки. Что-то он мне тогда обошелся не в 30 рублей. И по отзывам было написано, что на самом деле флакончик, там еще коробочка такая была, флакончик очень маленький, придет в обычном пакетике, и, возможно, вам положат этот пакетик в почтовый ящик. В принципе, вроде так и было. И я не помню, дошел он за месяц или чуть больше, но он действительно пришел, я его заказала. Он, был тут такая золотенькая такая штучка, вообще у меня есть еще маленькая, но я ее сейчас не могу показать, если буду в деревне и не забуду, то запишу обзор на ту маленькую штучку. Там нарисован тигр. Вот похоже на звездочку, только с тигром. Я ее называю тигрочка. Тут на коробочке тоже был нарисован тигр. Я так поняла, что это жидкий вариант той тигры. Она пахнет между камфорой и мятой чем-то таким вот. Тут очень маленькая дырочка, и оно при желании даже не прольется. И чтобы попасть на пальчик, ну, надо, в общем, мне потом придется, правда, руки подозреваю, помыть. В общем, на пальчике там что-то такое остается, зеленоватая такая жидкость. Если у вас мигрень, то можно вот здесь вот потереть. И оно действительно помогает. Оно помогает мне от боли в спине, вот там, где у меня иногда это случается сейчас до сих пор. Очень редко оно бывает, где шея прирастает к спине. Я подозреваю в том месте, где у меня были вывыкнуты два позвонка, и вот благодаря ярославским врачам тогда не сразу заметили. Может быть, это как-то отразилось. Не знаю. Но от головы оно помогает. Оно начинает чуть-чуть так, не то чтобы щипать, так приятно холодить. Если у вас не недельные приступы, как у меня иногда бывают, то оно вполне себе помогает. Но если недельные приступы, оно просто облегчает боль. В общем, вообще было написано, что оно средство от комаров. Что если у вас укусил комар, и вы намажете, то оно не будет щипать, в смысле не будет зудить и тому подобное. Я не пробовала его как средство от комаров. Я его использую в основном как средство вернуть себя в более-менее живое состояние. Вот такой вот малюсенький флакончик. Тут буквально 3, кажется, миллилитра, но его, в принципе, вот у меня еще даже третий не использовано. Его довольно надолго хватает. Срок годности я не помню какой, но... Там может быть написано, по крайней мере, если у него даже он уже и вышел, но он еще вполне себе в кондиции. Я надеюсь, я помогла вам с выбором определиться и с этим вот... Вообще вот звездочка, точнее эта тигрочка, она выглядит действительно как звездочка, тоже красненькая, но все-таки даже больше пахнет камфорой и менее жжет, чем сама звездочка. Вьетнамская, ну вот эта тигрочка, ну я ее так называю. В общем, всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!